Месяц наблюдаем картину ухудшения, скажем так, ситуации на Донбассе. Мы видим, что мы с блокадой уже перешли к критическую точку. И, скажем так, по-моему, мы уже вошли в состояние невозврата к той ситуации, с которой мы начинали. Ведь давайте вспомним, с чего эта блокада официально начиналась, за которой якобы стоят просто депутаты самопомощи и 100, может чуть-чуть больше, неких активистов. То есть официальная причина блокады заключалась в том, что эти активисты требовали прекратить контрабанду с Донбасса в Украину и наоборот. То есть, в первую очередь, контрабанду угля. В итоге, как уже было неоднократно доказано, никакой у нас контрабанды нет. Весь уголь у нас поставлялся легально. Это доказал ДТЭК, это и сама власть не отрицала. Но это никак не повлияло в итоге на блокирующих. Уголь уже месяц в страну не поставляется, как энергетически, так и ококсирующий. В итоге у нас остались считанные недели до верных отключений электричества, которые нам обещают с 20 марта. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас уже на грани остановки наши металлургические комбинаты. А на территории так называемых ЛДНР они уже остановились. В том же Алчевске, там Единакеево. Дальше ситуация пошла, скажем так, еще по восходящей конфликт пошел. Россия вмешалась в эту ситуацию. Сделала, скажем так, ставки на повышение. Это был первый шаг, это признание документов, так называемых ЛДНР. Киев вместо того, чтобы как-то на эту ситуацию отреагировать, по-прежнему не вмешался в ситуацию с блокадой. Далее пошла речь о национализации украинских предприятий на Донбассе. И уже идет речь о том, что даже если сейчас Киев блокаду прекратит, то Донбасс уголь уже поставлять не будет. Ну, Захарченко бил встречную блокаду. Да, встречную блокаду. Ну, это, скажем так, те публичные события, которые мы видим. Но что на самом деле происходит кулуарно? Вот это самый главный вопрос. Да. Мы прекрасно понимаем, что никакой бы блокады не было, если бы на эту блокаду не было согласия от Порошенко и администрации президента. Потому что, ну, не секрет, что нет проблем, скажем так, разогнать 100 человек. Или, скажем так, найти некие механизмы влияния на самопомощь, там, от финансовых до каких-то, там, репрессивных, для того, чтобы они сами эту блокаду прекратили. Последний пример. Вот ситуация на выходе, которая произошла в Конотопе, когда блокирующие громко объявили о том, что они собираются блокировать транзитные железнодорожные пути из России в Украину, через Украину и Европу. И, да, и буквально за считанные часы всех оттуда блокирующих оттеснили и блокаду свернули. И ситуацию решили совершенно бесконфликтно. О чем это говорит? Значит, власть, когда хочет, она все может сделать. Значит, ту блокаду Донбасса, которая сейчас происходит, они просто не хотят сворачивать. Почему? Почему? Здесь я вижу несколько версий. Первое, это мы прекрасно уже видим в течение двух лет, что Порошенко, хотя он и не подписал лично, ну, мы знаем, что Минские договоренности они не подписывали, а, скажем так, выступил гарантом выполнения Минских договоренностей, а, на самом деле, выполнять их не хочет. Потому что, во-первых, у него совершенно другая предвыборная стратегия. Предвыборная – это в следующий президентский срок, парламентский? Да, это и на парламентский, и на президентский срок. То есть на Донбассе не его электорат. То есть Донбасс Порошенко не нужен в составе Украины. Это раз. Во-вторых, эти Минские договоренности для электората Порошенко, они на президенте как некое бельмо висят. То есть подписал, в итоге ничего не произошло, то есть якобы как предатель. Поэтому сейчас, когда Порошенко немножко поменял стратегию и ввел жесткую антироссийскую риторику и пытается быть таким неким ястребом, ему надо всячески избавиться от самих Минских договоренностей, ну, и от самой их памяти, о том, что он принимал в них участие. Поэтому Банковая предпринимает все меры, направленные на то, чтобы Минские договоренности, ну, умерли официально. Мы в течение двух лет видим, что они на практике умерли, потому что они не выполнялись. Ну, а так уже надо, чтобы их официально похоронили. Подождите, все время же звучат заявления Петра Алексеевича, что альтернативы Минску нет. Нет, ну, конечно, потому что необходимо же сохранить лицо перед западными партнерами, перед Европой, перед Америкой, которые также в какой-то степени выступали гарантами Минских договоренностей, которые ставили на кону свою репутацию в этих договоренностях в рамках Нормандской четверки, которые вводили санкции против России и несут сейчас многомиллиардные убытки, ну, только для того, чтобы поддержать Украину и как-то, ну, быстрее разрешить ситуацию на Донбассе. Понятно, что Порошенко необходимо, чтобы инициатором прекращения Минских договоренностей выступила не Украина, а Россия. И, собственно, я считаю, что блокада, в принципе, в какой-то степени это одна из таких технологий и достаточно успешная. Потому что, вот если мы посмотрим на развитие событий, сначала началась блокада, потом она дошла до некой там критической точки, когда Россия уже не могла не предпринимать каких-то шагов. Тогда же мы увидели признание документов ЛДНР, так называемых. То есть, здесь Россия поставила уже некий жесткий ультиматум, мол, или вы выполняете минские договоренности, или мы начинаем процесс признания ЛДНР вторым Приднестровьем. После этого Киев начал громко апеллировать к Западу, мол, посмотрите, видите, вот Россия и республики, так называемые, выходят из минских договоренностей, мы же всячески хотим соблюдать Минска. Видите, вот они уже начали выходить. При этом никто про то, что блокада идет с нашей стороны, не упоминался. Потом, я так понимаю, что выждали какую-то паузу, Киев все равно не предпринял никаких, скажем так, действий. А поскольку мы понимаем, что Москва, вся ее технология построена на том, что это сильное государство, и они, знаете, если сделали шаг вперед, они уже шаг назад делать не будут. И если уже начали давить, то продолжают давить. Соответственно, после этого пошло заявление устами, так называемых, лидеров ЛДНР о национализации украинской промышленности на Донбассе. То есть, это попытка давления на Порошенко через Ахметова, который теряет свой бизнес. Мол, если вы хотите, чтобы у вас бизнес остался, если вы хотите, чтобы у вас еще уголь остался какой-то ваш, тогда давайте все-таки снимайте блокаду, давайте договариваться. Опять не последовало никакой реакции со стороны Киева. То есть, все сделали вид, что ничего не происходит. Ахметов тоже? Ну, я к Ахмету перейду, я сейчас вот закончу. Получилось, что заявили, что будут проводить национализацию, дали там несколько дней срока, Киев опять не среагировал. Ну, пообещали, надо выполнять. Ввели внешнее управление. Как мы понимаем, внешнее управление это еще не национализация. То есть, все равно Кремль и так называемые там ЛДНРы оставляют Киеву возможность все-таки договориться, все-таки снять блокаду. И тогда, если, скажем так, это будет не национализация, то, в принципе, внешнее управление могут убрать. Но, как компромиссный вариант, там, обяжут наши украинские предприятия еще помимо Украины платить налоги на территории Донбасса. Что, в принципе, также России выгодно, потому что, ну, понятно, что за свой счет они содержать Донбасс не хотят. Опять не хотят.